С моего первого видео про Латинскую Америку прошел месяц. Тогда в основном все страны были только в начале пути борьбы с кризисом. Сегодня мы посмотрим, что изменилось в регионе за это время и к чему пришли многие страны, а также подробно разберем ситуацию с коронавирусом и его последствиями в некоторых из них. Я считаю, что для нас важно наблюдать именно за этим регионом, потому что в вопросе качества госуправления мы скорее близки к странам Южной Америки, чем к западным странам. В общем, давайте посмотрим, что там происходит. За помощь в подготовке видео спасибо Константину, читателю моего твиттера из Чили. Начнем с ситуации в регионе в целом. В апреле он выпустил доклад, согласно которому из-за нынешнего кризиса, вызванного коронавирусом, до 35 миллионов человек в регионе могут скатиться в нищету. На самом деле 195 миллионов человек уже потеряли работу, и 30 миллионов из них живут теперь за чертой бедности. Многие аналитики считают, что кризис, вызванный коронавирусом, сильнее всего ударит именно по Латинской Америке. И не только потому, что большинство стран были абсолютно не готовы к пандемии. И, как мы помним из предыдущего видео, принимали для борьбы с ней иногда достаточно идиотские решения. Большую часть экономик региона подкосил даже не коронавирус, а массовые протесты в 2019 году. У нас в СМИ было только про беспорядки в Венесуэле и протесты в Чили. На самом деле крупные протесты были в 13 странах. Перу в результате жестоких протестов в конце сентября был распущен Конгресс. В Эквадоре в начале октября власти отменили субсидии на бензин, и протестующие в прямом смысле атаковали президентский дворец. В столицу страны Кито и другие крупные города страны была введена армия, и был установлен комендантский час. В декабре вспыхнула Колумбия, где в результате жестоких протестов правительство перераспределило бюджет в пользу образования. Еще в декабре издание The Economist выпустило статью, в которой говорилось, что в 2020 году в регионе ожидается еще большее количество беспорядков и революций. А причины долго искать не надо. Растущее неравенство, безработиство и нелегальная рабочая сила, то есть работающие в серую. Особенно тяжелая ситуация в тюрьмах. Сейчас это отличная среда для распространения вируса, и заключенные начали бунтовать и устраивать беспорядки, во время которых погибло уже минимум 80 человек. Во многих странах пищу заключенным должны приносить родственники, иным образом их не кормят. А из-за того, что в большинстве стран введены тотальные карантины, то заключенные в итоге остались без еды. Начался голод. Самая критическая ситуация с тюрьмами сейчас в Колумбии. В столичной тюрьме был подавлен кровавый бунт, в результате которого погибли 23 человека, и 91 был ранен. Как говорят родственники заключенных, в другой тюрьме неподалеку более 300 зараженных коронавирусом и несколько погибших. Власти тюрьмы изолировали около 1700 человек, однако эта изоляция выглядит так. Заболевших запирают в камерах по одиночке, в то время как здоровые спят в коридорах просто на полу. Примерно аналогичная ситуация и в тюрьмах столицы Перу, Лимы. Заключенные объявляют голодовки и требуют от правительства создать условия, хотя бы не угрожающие их жизнью. После подобных беспорядков в тюрьмах Эквадора, правительство решило отпустить 10% заключенных. Красный Крест считает, что подобная ситуация с тюрьмами может сильно ударить по всей ситуации в Перу, Боливии и Эквадоре, где в тюрьмах содержится значительный процент населения. В среднем в странах Латинской Америки переполненность тюрем составляет 350%. В итоге во многих странах решили понемногу отпускать заключенных. Вернемся к пандемии. За две недели на континенте изменилась статистика. Теперь по количеству заражений лидируют Бразилия, Перу и Эквадор. Однако, как мы знаем, самое главное не количество обнаруженных зараженных, которое сильно зависит от сделанных тестов, а показатели смертности, а также тесты на миллион человек. Как ни удивительно, но пандемия – это не только проверка на прочность общества и системы здравоохранения, но и возможность для различных сил набрать политические очки и отличное подспорье для коррупции. Например, в Парагвае многочисленные функционеры в окружении президента страны были временно отстранены от должностей за скупку и перепродажу с огромной наценкой медицинских товаров и даже тестов, отчего цены на медикаменты выросли. В стране до сих пор ощущается нехватка тестов, благодаря чему в Парагвае до сих пор самое низкое официальное число зараженных. В Эквадоре также в результате махинаций с закупкой медикаментов в одном из крупнейших госпиталей страны были увольны некоторые замы руководства. Они решили закупать медицинское оборудование с наценкой в 9000% у компаний, которая занимается рекламным продвижением. А в Гуякиле мешки для трупов закупались по цене от 148 до 160 долларов за штуку, при их цене в 12 долларов у других поставщиков. Это, кстати, как раз тот самый город, где трупы лежали на улицах. Самый же серьезный скандал с госзакупками был в Перу. Там государство закупило по завышенным в несколько раз ценам у только что созданных компаний несколько миллионов поддельных медикаментов, санитайзеров и масок и перчаток. В некоторых регионах закупки производились у членов семей работников региональных правительств. Теперь пора о каждую страну поговорим отдельно. Перу. В Перу сейчас вообще очень тяжелая ситуация. В стране по-прежнему действует жесткий карантин и комендантский час, когда в сутки на улицу может выйти лишь один член семьи. И то лишь один раз. До сих пор в большей части страны не работают ни службы доставки, ни другие важные сервисы. Функционировать могут лишь некоторые отрасли, от которых зависит жизнь людей, а большая часть населения сидит по домам без работы и без зарплат. Улицы страны патрулирует полиция и армия. Однако эти меры не особо помогают. В середине апреля число заражений и смертей стало расти с ужащающей скоростью. В бедных районах, коих большинство, карантин не сильно соблюдается. Не хватает ни медикаментов, ни инфраструктуры. Большое число тех, кто должен как раз патрулировать страну, оказались сами заражены. Министр внутренних дел страны был отправлен в отставку. Резкий рост статистики зараженных вызван покупкой правительством огромного числа тестов. Однако у них достаточно невысокая точность. Как было сказано в первом видео, в Перу потратили 12% своего ВВП, или 26 миллиардов долларов, на борьбу с коронавирусом. Большая часть из этих денег пошла на стимулирование экономики. Центробанк предоставил малому бизнесу кредиты под 0,25% в месяц, или от 1 до 3% годовых. Самым бедным в марте единоразово выплатили по 110 долларов. В местных деньгах, конечно, но я всегда буду называть доллары, чтобы упростить, потому что эти песо и реалы будут непонятны. Работающим гражданам Перу позволили забрать из пенсионных фондов до 600 долларов. Дополнительно правительство доплачивает до 35% зарплаты тем, у кого она ниже 428 долларов. Эти меры кажутся очень крутыми и невероятно щедрыми, но надо понимать, что 73% перуанцев работают в черную и не платят никаких налогов и отчислений. Соответственно, все эти меры их не касаются. Интересно узнать, откуда у правительства Перу вообще деньги на все эти меры, если у них 73% населения не платят налоги. Надо это как-нибудь будет изучить. Ну ладно, пойдемте дальше изучать ситуацию. Дополнительно в Перу, как и в Боливии, есть огромная проблема с вывозом своих граждан из других стран. Страны просто никого не вывозят и не принимают, с исключением особых случаев. Венесуэла тем временем вошла в идеальный шторм. Цены на нефть обрушились, санкции никто и не думал снимать, а коронавирус не отступает, несмотря на все заявления властей о победе над ним. В стране 17 марта введен карантин, который, однако, никак не уменьшает километровые очереди буквально за всем. Более того, в стране прекратили добычу нефти. А поскольку в стране больше нет топлива, нет и грузоперевозок, и производства продуктов. Соответственно, начались голод и тотальное мародерство. Даже появились первые погибшие в результате боев за еду. Поговорим про Аргентину. Чтобы полностью понять ситуацию там, надо вернуться немного назад, в 2019 год. Там тогда прошли президентские выборы, и первое, что сделало новое правительство, это ограничило свободную циркуляцию доллара. Очень мудрая, надо сказать, мысль. Прям вот очень мудрая. Сразу в стране, конечно же, возник черный рынок валюты. Ну, потому что цена доллара не подчиняется указаниям правительства. По итогам 2019 года инфляция в Аргентине была 53,8%. Инфляция, видимо, там тоже не слушается правительства, как и курс доллара. Сейчас официальный курс ниже черного ровно в два раза. Интересно, для чего он вообще используется, кроме как для местного СМИ и пропаганды. Страна снова взяла курс на самоизоляцию импортозамещения, а новое правительство начало проводить ряд достаточно популистических социалистических реформ. Как мы помним из предыдущего видео, в Аргентине делают очень мало тестов. Сейчас ничего не изменилось, тестов по-прежнему делают мало. Более того, в апреле тамошний президент устроил презентацию, во время которой начал в графиках показывать, что путь тотального карантина пока что является самым успешным, приводя в качестве аргументов сравнение количества зараженных, выявленных зараженных, конечно, в Аргентине, с Испанией, Италией, Чили, США и Бразилией. Реплику прессы о том, что количество зараженных зависит от количества сделанных тестов, президент оставил без внимания. Действительно, это такая мелочь. Его поддержал президент аргентинского общества инфекционистов Омар Суэд. Он заявил, что стратегия избранной Аргентины единственно правильная. Ясно видно, что у нас гораздо меньше погибших на миллион человек, чем во многих других странах региона. Сказал он. Это удачно совпало с новостью о том, что в Кордове, втором по величине городе Аргентины, местные власти с помощью военных начали выкапывать отдельное кладбище на 450 могил для погибших вследствие коронавируса. Многие отрасли, например, сельскохозяйственная и пищевая промышленность, были освобождены от карантина, но при условии соблюдения санитарных требований. Однако президент отказался отменять карантин для частных строительных компаний, а это может обернуться потерей еще до 100 тысяч рабочих мест. Надо отметить, что многие частные компании занимались строительством в том числе больниц. В общем, решение правительства выглядит немного странно. Помните про одноразовую субсидию правительства в 150 долларов самым бедным семьям и что у правительства были проблемы как с их выплатой, так и с источниками недостающих средств. В итоге процесс выплаты переформатировали, деньги можно получить онлайн-переводом и снять в банкомате или получить в кассе на почте. Правительство Аргентины также выдаст микрокредиты самозанятым до 1250 долларов в местных песо, конечно, на беспроцентной основе с условием того, что граждане начнут их возвращать в форме 12 ежемесячных платежей, начиная с октября. Правительство рассчитывает, что услугой воспользуются 2,4 миллиона граждан. В первый же день за помощью обратилось 80 тысяч человек. Дополнительно правительство пытается сейчас продвинуть закон, согласно которому богатые граждане должны будут отдать в качестве помощи 11 миллионам бедных аргентинцев 1,3 миллиарда долларов. Интересно, что из этого выйдет. Также правительство Аргентины в конце апреля опубликовало план помощи бизнесу, чтобы избежать массового закрытия компаний. Программа состоит из отстрочки или сокращения до 95% всех налоговых выплат для помощи работодателя и помощи в выплате до 50% зарплат работникам компании, которые не могут продолжать свою деятельность из-за карантина, а также снижение до 0% ставок по кредитам для самозанятых. Помощи в выплате зарплат не будут превышать 278 долларов, а минимальная сумма выплаты 138 долларов. На конец апреля в программе зарегистрировалось 420 тысяч компаний и 600 тысяч вообще в стране. Также было увеличено пособие по безработице с 49 до 82 долларов. Президент продлил карантин, но с послаблениями после 10 мая. Теперь все жители городов с населением более 500 тысяч человек, кроме стариков, могут выходить из своего дома на 1 час в день, но не далее, чем на 500 метров. Но, скорее всего, карантин продлят и дальше. Карантин планируют снимать постепенно, начиная с регионов, где будут соблюдаться определенные условия, касающиеся вероятности второй повторной вспышки и готовности медицинской системы. Все меры по карантину и для помощи бизнесу надо как-то финансировать. Поэтому 3 мая министр экономики Аргентины написал статью Financial Times, в которой он попросил кредиторов сделать исключение для страны и изменить условия возврата долгов. Страна не выполняла своих обязательств по долгам уже 8 раз, дважды страдала от гиперинфляции, переживала многочисленные валютные кризисы и 20 раз просила МВФ организовать программы помощи. Как можно понять из этого описания, власти в стране, особенно экономически, не особо-то компетентны. В общем, там крайне высок риск очередного девятого дефолта. Неудивительно, что кредиторы ответили на все эти просьбы отказом. По оценкам правительства Аргентины, в этом году ВВП страны упадет на 6,5%. На последней конференции президента по этому поводу, на вопрос журналиста Bloomberg, где Аргентина возьмет деньги на свои экономические программы, президент ответил, как вы можете задавать этот вопрос Аргентине, когда госдолг Европы вырос на 20%? И вообще, не задавайте мне вопроса про экономику, я предпочитаю поговорить о чем-нибудь другом. Из Аргентины начали уходить крупные международные компании. Например, о выставлении на продажу всех активов в этой стране заявил Walmart. С начала 2020 года инфляция черного курса доллара составила почти 58%, а официального 8%. Чтобы понимать всю серьезность ситуации, в день, когда вышло мое первое видео на эту тему, 13 апреля, курс доллара в Аргентине составлял 90 песо за доллар. А сегодня, когда мы вот записываем это видео, курс составляет 122 песо за доллар. Год назад доллар вообще был 46 песо. Я вообще с удивлением узнал, что некоторые экономисты приводили Аргентину в пример адекватной экономической политики. Не очень понимаю, о чем думают эти экономисты, но там все не очень хорошо, мягко говоря. В Бразилии ситуация продолжает ухудшаться. Страна сейчас находится на восьмом месте в мире по количеству выявленных заражений и на шестом месте по количеству смертей. Официальное правительство по-прежнему не предпринимает никаких действий для борьбы с болезнью. Более того, президент Больсонаро своими действиями толкает страну чуть ли не на гражданскую войну. Он по-прежнему не признает опасности, в которой находится его страна. И конфликтует с мятежными губернаторами, которые пытаются вводить карантины, огрызается на критику, в том числе международную. В середине апреля Больсонаро организовал флешмоб против самоизоляции, во время которого он без маски ездил по стране и фотографировался со всеми желающими. Самое дикое, что он в том числе посещал аптеки, больницы и госпитали, где обнимался с пациентами, отчего его конфликт с министром взрывоохранения развивался еще сильнее. У них там что, психушек нет в Бразилии? Как вообще этот чувак, как он вообще вылез куда-то? Уж я не говорю о том, как его... Ну, ой, ладно. В общем, что самое удивительное, у него просто огромное количество сторонников. Настоящая секта? У этого течения есть даже сейчас появилось название «больсонаризм». Сначала последователи Больсонаро вслед за президентом отрицали существование коронавируса вовсе. Считали его сказкой и изобретением СМИ. Потом, по мере развития событий, они в него все-таки уверовали. Но для них он продолжает оставаться какой-то мелкой и незначительной простудой. Удивительно, но слова и действия Больсонаро находят отклик в сердцах чуть ли не половины населения. В общем-то, не очень удивительно. Людям хочется продолжать жить, как они жили раньше, и забить на то, что кто-то другой может умереть. Ну, или что они сами могут умереть с очень какой-то, ну, небольшой в их голове вероятностью. Люди выходят на улицу и прям конфликтуют с полицией, пытающейся выполнять приказы министра здравоохранения и губернаторов о социальной изоляции. Например, только в штате Сан-Пауло с населением более 46 миллионов человек карантин соблюдает всего 46% населения. Другая же часть населения, не поддерживающая Больсонаро, протестует из своих жилищ. В ход идет стучание в кастрюле. Это традиционный вид гражданского протеста в Латинской Америке. И ночные проекции на здании. В ответ на все это министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта сказал, нам нужен единый дискурс. Бразильцы в растерянности, они не знают, кого слушать, министра здравоохранения или президента. Опрос 15 апреля показал, что министр здравоохранения Мандетта политик с самым большим доверием во всем правительстве. Однако это не помешало 16 апреля Больсонаро окончательно его уволить. Как написал по этому поводу местный политик, Бразилия это единственная страна в мире, министр здравоохранения которой был уволен за попытку борьбы с коронавирусом. Новый министр здравоохранения стал Нельсон Тейдж, онколог по специальности, выступивший консультантом во время президентской кампании Больсонаро, консультировал по медицине. Он сразу озвучил новую тактику борьбы с вирусом, массовое тестирование, а также постепенное снижение социальной изоляции. А в своем первом же интервью он заявил, число инфицированных в стране относительно невелико по сравнению с численностью населения. 70% населения вообще не должны столкнуться с этой болезнью. Интересно, как это должно выйти? Но вообще, с карантинными мерами и самоизоляцией надо заканчивать, сказал он. Страна не выживет, если все остановится на год-полтора. В это же самое время университеты Сан-Паулу и Бразилии выпустили совместное исследование, утверждающее, что реальное количество заболевших в 15 раз превышает данные правительства. Это исследование можно было бы не воспринимать всерьез, если бы не тревожные новости со всех концов страны. Самые жуткие новости пришли из Манауса, столицы штата Амазонос, и крупнейшего города в Бразилии, отрезанного от остальной страны непроходимой сельвой. Варианта добраться туда всего два, по воздуху или по воде. При населении более 2 миллионов человек в обычный день в Манаусе умирает от 20 до 30 человек в день. Но сейчас эта цифра выросла до 100 человек в день. Поскольку делать тесты просто не успевают, то официально все эти смерти не идут в статистику по коронавирусу. Это привлекло к коллапсу похоронной системы. Муниципалитет решил поощрять ночные похороны и кремацию. Городские морги переполнены, и власти вынуждены были установить холодильники для хранения трупов рядом с медицинскими центрами. Однако со временем перестало хватать места на кладбищах. Власти разрешили делать братские могилы, куда стали укладывать трупы слоями. Однако данная система не продержалась долго, из-за возмущения общественности бесчеловечные меры погребения были отменены. Ощущается острая нехватка могильщиков, из-за чего многим семьям приходится хоронить своих родственников самостоятельно. Тут надо напомнить, что у нас пока еще не было очень большой какой-нибудь крупной вспышки в каком-нибудь региональном городе. Мы еще ждем первую такую вспышку. Были вспышки в больницах, но еще не было, чтобы она начала развиваться в региональном городе. Когда мы впервые с этим столкнемся, мы можем увидеть нечто похожее на то, что происходит в Бразилии. Нет никаких причин, чтобы у нас происходило это все иначе. Вернемся к ситуации в бразильском городе Манаусе. Местное телевидение там по ночам стало ловить с поличным группы могильщиков, пренебрегающих запретом мэрии и закапывающих трупы в братские могилы. В итоге муниципалитет разрешил хоронить в одной могиле до пяти человек друг на друге, но при условии, что у каждого будет индивидуальный гроб. Также на одних похоронах могут участвовать только пять живых людей. В настоящий момент в Манаусе занято более 90% кровати в отделениях интенсивной терапии. В реанимациях. И просто ужасная нехватка медикаментов. Судьбу Манауса готовится повторить и Рио-де-Жанейро, родной город Бальсонаро. Министр здравоохранения штата Эдмар Сантос считает, что, учитывая заниженную статистику заражений, около 10 тысяч человек, мы должны исходить из того, что в штате сейчас около 140 тысяч зараженных. А сам штат через одну или две недели столкнется с полным коллапсом системы здравоохранения, как это было в Италии, Испании и США. Уже сейчас ощущается нехватка медицинского персонала. Пока что губернатор, вопреки указам Бальсонаро о возвращении к нормальной жизни, продлил карантин до 11 мая. Реакция Бальсонаро на гибель людей и вообще ситуацию просто поражает. И что, говорит? Я соболезную. А чего еще вы хотите от меня? Я мессия, но я не могу творить чудеса. Про мессию это он типа так пошутил про свое полное имя. Жаир Мессиес Бальсонаро. Если говорить об экономике, хотя я уж не знаю, насколько это уместно в случае Бразилии, но если уж поговорить, то выплаты 60 миллионам самых бедных были увеличены до 110 долларов. Это 600 реалов. Ну, мы продолжим все в долларах. Это все будет продолжаться там 3 месяца. 15 апреля стало известно о планах расширения этой помощи на другие слои населения. На этот проект планируется выделение почти 21 миллиарда долларов. Начались раздачи продовольственных корзин самым незащищенным индейским племенам Амазонии. А пенсионерам планируется выплатить 13-ю пенсию. Правительство также начало скупать продукцию у мелких производителей, тем самым стимулируя производство. Всем формальным работникам в течение трех месяцев будет выплачиваться сумма в 182 доллара, а неформальным, типа работающим в черную или в серую, 130 долларов. Была создана программа по сохранению 4 миллионов рабочих мест, в рамках которой банки должны будут предоставлять бизнесу легкий и быстрый доступ к кредитам под низкие проценты. А взамен правительство освободило все банки от налогов, ну а финансовые операции. Компаниям разрешено временно увольнять своих сотрудников на время кризиса, а власти взяли на себя выплаты им пособий в размере сначала 75, потом 50, а потом 30% от их зарплаты в течение трех месяцев. И лишь в случае закрытия компании двух месяцев. Также правительство будет помогать с выплатой зарплат компаниям, вынужденным перевести своих работников на неполный рабочий день. Многие отрасли перепрофилировались на борьбу с коронавирусом. Например, аэрокосмическая отрасль страны перешла на производство аппаратов ИВЛ. Правда, опыт других стран показывает, что производство ИВЛ компаниями, которые в этом неопытны, не особо-то эффективно, эти ИВЛ не очень выполняют свою функцию впоследствии. Также правительство Бразилии начало стимулировать научную отрасль созданием 850 различных грантов на общую сумму в 37 миллионов долларов. Военные занимаются распределением и доставкой по стране продуктов нуждающимся, медицинского оборудования и прочих вещей первой необходимости. Правительство снизило до нуля пошлины на импорт любых медицинских товаров из-за границы. Всего правительство Бразилии планирует потратить на борьбу с коронавирусом и поддержание экономики страны 148 миллиардов долларов или 3,5% своего ВВП. Ожидается, что экономика Бразилии в этом году упадет на 5%, а пик эпидемии ожидается в мае. Хотя с их мерами сложно предположить, что там будет. 3 мая количество заражений в Бразилии перевалило за 100 тысяч. Согласно докладам Университета Джонса Хопкинса и Оксфордского университета, Бразилия в скором времени превратится в главный эпицентр пандемии коронавируса на планете. В Чили сейчас две основные проблемы. Это усиленный коронавирусом экономический кризис и проблема коммуникации между правительством и населением. С учетом негативного прогноза по всему региону президент страны Себастьян Паньера сказал, что они готовятся к сценарию, когда без работы останутся до миллиона человек. В марте экономическая активность в стране упала на 3,5%, а JP Morgan прогнозирует снижение ВВП страны на 2,3% в 2020 году. Но рост на 3,8% в 2021. Достаточно оптимистичные прогнозы, надо сказать. Аналитики считают, что страна вернется к уровню февраля этого года, в лучшем случае в декабре 2021. Большая часть рабочих мест в Чили обеспечивается малым бизнесом, который сильно пострадал буквально за полгода до начала эпидемии. Дело в том, что в Чили с октября 2019 года проходят крупнейшие за всю современную историю страны протесты. Экономический ущерб, нанесенный за 2,5 месяца только инфраструктуре, оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Курс доллара вырос с 730 песо до 850 за 1 доллар, то есть аж на 16%. Правда, потом все же немного снизился. Было потеряно около 160 тысяч рабочих мест. На восстановление правительство потратило 5,5 миллиардов долларов. Рост экономики начался только в декабре, а в феврале чилийская экономика начала расти на 2,7%. И тут сразу началась пандемия коронавируса со всеми вытекающими. Я уже говорил о первых пакетах помощи бизнесу и бедным слоям населения. Многим компаниям разрешили временно увольнять своих сотрудников, оплачивая за них лишь небольшие налоги. А забота по выплатам заплат взяло на себя государство. Всего новым законом на конец апреля воспользовались 66 тысяч компаний и 516 тысяч работников. Это примерно 10% всего рынка труда страны. Среди компаний, обратившихся за помощью, не только малый и средний бизнес, но и, например, H&M и McDonald's. Таким организациям тоже сейчас надо помогать. В Чили достаточно сложная и запутанная система помощи населению. О части мер я уже рассказывал в прошлом видео. В этот раз углубляться в экономические меры в Чили мы не будем. Президент Пиньера совместно с министром здравоохранения объявили о стратегии постепенного возвращения населения к обычной жизни. Она подразумевает возвращение на рабочие места социальных работников, постепенное открытие торговых центров и учебных заведений. Конечно же, все это с учетом ограничений и санитарных норм. Этот план вызвал шквал критики как со стороны профсоюзов, которые даже немного попротестовали, так и со стороны родителей учащихся. В итоге план смягчили и многие сервисы переводят в онлайн. В некоторых регионах заново открываются торговые центры. Что делать с пожилыми работниками, которые не так хорошо владеют компьютером и им трудно перейти на удаленную работу, пока что не очень понятно. Нужно понимать, что коронавирус распространяется по стране. На 9 мая в 64 коммунах из 345 пока нет ни одного активного зараженного. В них сейчас вроде как нет смысла держать население в карантине. Гораздо проще сделать санитарный контроль на границах. Но это довольно скользкая дорожка. Также решили активировать стройки. Для безопасности строителей, помимо стандартного измерения температуры на некоторых стройках и некоторых автовокзалах страны, были установлены так называемые дезинфицирующие тоннели. Человек должен был через них пройти, а его в это время с ног до головы опрыскивают дезинфектором. Однако от них вскоре решили отказаться, потому что нет никаких доказательств пользы от таких мер. Это немножко мне напоминает указы наших региональных властей, в том числе Собянина, об обязательности ношения перчаток. Нет вообще никаких данных, что это хоть зачем-то нужно и полезно. Однако это вводят просто так от фонаря. Также вот там вводили дезинфицирующие тоннели. Надеюсь, у нас до этого не дойдет. В общем, сейчас через дезинфицирующие тоннели в Чили проносят только неживые предметы. Еще в стране решили попытаться ввести так называемый ID COVID-19. Его планируют с мая всем выдавать, у кого был обнаружен коронавирус и в той или иной форме человек вылечился. На этой ID-карте будет указан уровень антител в крови, то есть уровень иммунитета. Как предложил президент, тем, кто уже переболел коронавирусом и у кого не наблюдается никаких осложнений, пора выходить на работу и начать помогать другим. Вероятность, что эти люди снова заразятся в следующие три месяца равна нулю, сказал он. В итоге 11 мая с вводом этого ID решили повременить. Наверное, правильно, потому что пока нет никаких доказательств, что человек, который переболел, получает иммунитет. Есть подозрения, что, скорее всего, это так, но нет доказательств этого и непонятно, как долго он длится. Дополнительно в ответ на критику о недостатке информации по пандемии, правительство выложило на GitHub полные данные по тому, как Чили переживает эпидемию. Количество случаев, в каких коммунах, какой возраст заболевших и так далее, но без имен. Очень было бы хорошо, если бы наше правительство сделало то же самое. Особенно было бы хорошо, если бы своевременно во всех регионах публиковалась статистика по умершим. Сейчас вот она, когда опубликовалась в Москве, обнаружилось, что в апреле на 20% примерно выросло число умерших. Ну ладно, вернемся к Чили. В апреле на отдельных заправках национальной нефтяной корпорации КОПЕК и в некоторых частных госпиталях начали делать экспресс-тесты на коронавирус для водителей, не выходя из автомобиля. Сама процедура занимает 7 минут, а результат присылается онлайн в течение 24 или 48 часов. Пилот проекта был запущен в нескольких коммунах Сантьяго и Темуко, где самая тяжелая ситуация с коронавирусом за пределами столицы. 30 апреля началось тотальное выборочное тестирование. Сначала начали тестировать все дома престарелых и их работников, а также их контакты, а потом и отдельные кварталы в коммунах в карантине. Как пояснил Маньялич, согласно последним исследованиям, у большой части зараженных болезнь проходит бессимптомно. Однако они могут заражать других, даже не подозревая об этом. Такие подозрения действительно есть, скорее всего это так. Для того, чтобы минимизировать подобные заражения и своевременно изолировать людей, были аккредитованы специальные лаборатории, общее количество которых было увеличено до 65, а также в 3 раза увеличено количество тестов в сутки. Сейчас в стране делается 12 тысяч тестов на миллион человек. Это самый высокий показатель в регионе наравне с Перу, в то время как процент летальности составляет 1,2%. Таким образом в Чили появилась новая графа статистики – бессимптомные больные, а общее количество выявленных в день случаев увеличилось в 3 раза. Однако относительно общего количества проведенных тестов, процент позитивных результатов остался на прежнем уровне – от 7 до 11%. Также не изменилось и количество пациентов в тяжелом состоянии и умерших. Раньше пациенты с антителами в статистику не включались, теперь стали включаться. Теперь про Эквадор. В первой половине апреля была очень тяжелая ситуация с тестами там. Их делали очень мало, всего по 1200 в день, и то только тяжело больным. Несмотря на все опасения специалистов, власти начали очень оптимистично смотреть на ситуацию. С 23 апреля благодаря помощи частных лабораторий удалось увеличить количество тестов. И тут же количество выявленных больных за день удвоилось с 11 тысяч до 22 тысяч человек. При этом власти два дня не публиковали новую информацию об инфицированных. Крупнейший город Эквадора Гуякель – это сейчас главный эпицентр эпидемии во всей Латинской Америке. В обычный месяц в провинции Гуайас, столице которой является Гуякель, регистрируется около 2000 смертей. За первые две недели апреля зарегистрировали 6700 смертей. Однако по официальной государственной статистике на тот момент было в стране всего более 570 смертей от коронавируса. Более того, спикер правительства в своем выступлении сказала, что родственники большей части погибших так никогда и не узнают истинные причины смерти своих близких. Как и Венесуэла, Эквадор тоже попал в идеальный шторм. Основным его составляющим послужило падение цен на нефть и коллапс медицинской системы инфраструктуры слоны из-за... И коллапс медицинской системы инфраструктуры страны из-за коронавируса. А также большое количество неформально работающего населения. 6 из каждых 10 эквадорцев работают нелегально или не работают вообще. В государственной статистике эта цифра составляет 54% населения страны. При этом официальная безработица в Эквадоре составляет 6%. Ну и понятно, откуда бы ей взяться. Проблем в Эквадоре несколько. Это шаткое финансовое положение, помноженное на низкий рост экономики и полную зависимость от доллара, который является основной валютой страны с 2000 года. Чтобы снизить фискальный дефицит, правительство в последние годы урезало расходы на все подряд. В том числе на медицину, множество докторов было сокращено и сейчас плоды этого пожинаются по всей стране. По предварительным расчетам, расходы на борьбу только с пандемией обойдутся бюджетом страны в более 4 миллиардов долларов. Как Эквадор переживет весь этот кризис, пока не очень понятно. Стоит отметить, что в таких условиях народ начал организовываться сам. Были созданы некоторые дружины, следящие за соблюдением санитарных норм. У населения сейчас гораздо больше доверия и уважения к врачам и полиции, нежели к правительству. Большая часть описываемых мной стран, в том числе и большая часть Эквадора, находится в южном полушарии, где через полтора месяца, 21 июня, начнется зима. И если в каких-то странах это будет просто небольшое похолодание до 10-15 градусов, то, например, в Чили и Аргентине, и даже в Южной Бразилии, зимы вполне себе снежные и с минусовыми температурами. А значит, нагрузка на систему здравоохранения, а также на экономику, будет намного больше, чем сейчас. Будем дальше следить за ситуацией в Латинской Америке. А пока ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не видели, посмотрите вот это мое видео о том, как с коронавирусным кризисом столкнулся Иран. Или вот это, как борются в Швеции с этим кризисом. Шведская стратегия не очень успешна сейчас, но она интересна, она уникальна, единственная такая в мире. В видео я подробно ее разобрал. Ну а так до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok